Мы очень счастливы быть с вами в этом вечере. Мы хотим передать вам приветствия от Ассамблеи Божьей Вакансии. И также из наших церквей также. Пастор Гилл, он работает на Восточной Франции. Пастор Гилл работает на Восточной Франции. Пастор Гилл работает на Западе Франции. Пастор Гилл и я работаем на Восточной Франции. Пастор Гилл и я работаем в Департаменте Франции Божьей Восточной Франции. Мы посещаем разные, много разных мест по миру. Пастор Гилл и я хочу сказать, что христиане в гонимых церквях, они очень сильные. Мы, христиане на Западе, вы знаете, они, ну, знаешь, они спят. Но те, кто должны платить цену, кому приходится платить цену, те очень сильные. Аминь. Пастор Гилл ва уврирь на Пароле Део Аминь. И через несколько минут Пастор Гилл поделится Словом Божьим. Но я хочу вам передать некоторые свидетельства о гонимой церкви. Во-первых, хочу сказать, что я отдал свое сердце Иисусу, когда мне было 18 лет. «У нас есть знания, я живу на улице, и ко мне подошла женщина рассказать об Иисусу. Я живу с бандами, молодежью, и мы употребляли наркотики. В моей жизни не было надежды. В то время у меня были длинные волосы. Я имею в виду проблемы, но у меня были какие-то проблемы. Это потому, что я уже сочетался 43 лет, и он уже несколько раз об этом рассказывал, причина все та же. Он женат 42 года. Моя женщина, моя женщина, моя женщина. Моя женщина, моя женщина. Моя женщина, моя лучшая женщина в мире. Мы у нас 5 детей. 4 женаты, братья и сестры. 4 filles, 1 garçon. 4 дочерей и 1 мальчик. И мой сын, он также является пастором в церкви в Акраине. 5. 6. 6. 6. 6. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10 10. 13. Пришел, чтобы благословить вас. Nothing is possible to God. And God can do a lot of things, even if the country is the close country. I want to tell you a true story happened in Pakistan. A young boy, 70 years old, gave his heart to Jesus. Pakistan is a very hard country for the gospel today. And on today's day, Pakistan is a country that does not accept the gospel. Christians are killed, some others are in prison. And this young boy discovered the gospel. And he began to read the New Testament. And he began to read the New Testament. And I want to be baptized. And it's the day where the pastor is going to baptize him. And before baptism, he asked him some questions. Are you sure that you are saved? Are you sure that you are saved? Are you sure that your sins are pardoned? Are you sure that your sins are forbidden? «Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur, quel que soit le prix? » «Are you ready to go with Jesus? » «Et le pasteur va poser une dernière question. » «Et le pasteur va poser une dernière question. » «Est-ce que tu es prêt à rendre témoignage à ta famille? » «Are you ready to testimonier to your family? » «Il y a eu un moment de silence, but a big silence. » «Et puis il a dit oui. » «Et il a dit oui. » «Et il a été baptisé. » «Et le pasteur baptised him. » «Pasteur pristil l'ego. » «Le soir il rentre chez lui dans sa maison, sa famille. » «Et during the evening he came back home in his family. » «Et il demande à son père et à sa mère de venir. » «Et il demande à sa mère et sa father de venir. » «J'ai quelque chose à vous dire. 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 » «J'ai aujourd'hui je suis devenu disciple de Jésus. » «J'ai été baptisé en lui. » И я принял водное крещение. Меня крестили в воде. И родители были очень удивлены. И папа ответил что-то к его сыну. И отец ответил своему сыну. Он сказал. Сын, каждый раз, когда ты в последние несколько недель выходил и уходил из дома, мы за тобой ушли. Ты этого не знаешь, но мы за тобой как бы шли, за тобой. Мы знаем, что ты ходил в церковь к христианам. Мы знаем твоих пасторов. И мы знаем, что ты читаешь Библию и прячешься в своей комнате. И отец посмотрел на свою жену. И он сказал своему сыну. Та мама, каждый день, за неделю, за неделю. Та мать, когда она приготовила еду. Та мать, когда ты умрешь. Та мать, когда ты умрешь. Та мать, когда ты умрешь. Так не всегда происходит, потому что иногда нужно заплатить большую цену. И некоторые люди могут умереть из-за Христа. Но каждый день люди спасаются, и церкви растут. И иногда я себе задаю вопрос. «Угу, ты готова к себе?» «А ты какую цену готов заплатить?» И иногда я себе задаю вопрос. Иногда я сам себя спрашиваю этот вопрос. И второй свидетельство. В Иране. Сегодня мы получаем новости из Ирана, что сотни и сотни людей принимают Иисуса. Мы получаем свидетельства, и приходят фотографии разные. И несмотря ни на какие трудности, много людей в Иране приходят к Господу, принимают Господу. В Иране был необразованный человек, неграмотный. Он был мусульманином, он серьезно к этому относился, он практиковал свою религию. Но в сердце у него была большая пустота. «Как это вообще возможно увидеть Бога?» «Как это вообще возможно увидеть Бога?» «Как можно знать истинную?» «Как можно знать истину, настоящую?» «Как можно быть экзунчен в наши приеры?» Как я могу быть благословенным? И несколько ночей подряд у него был один и тот же сон. И в этом сне к нему приходил ангел, который приходил встретиться с ним. И этот ангел сказал, что ты должен поехать вот в этот город. И в этом городе ты пойдешь вот в этот район и там будешь ждать. И к тебе подойдут и тебе дадут книгу, в которой будут слова жизни. И он услышал этот голос и он пошел, пошел. А то есть он был еще и военным. И в своей военной одежде он оделся и с автоматом пошел. И он ждал три дня. И на третий день одна пара христиан пришла в это место. И когда они подошли к этому человеку, И она сказала, что дам христиан, И женщина ощутила, что Дух Святой ей говорит что-то. И Дух Святой ей сказал, дай ему Новый Завет. Но она смевалась. И в Иране женщина не может начать разговор с мужчиной. Но она вспомнила, что она замуж и вообще здесь ее и муж рядом. Ну то есть может. И она сказала тогда своему мужу, ты дай ему Новый Завет. И он был боем. И он был боем. И он сказал, что ты хочешь забраться от меня? Ты что хочешь, чтобы я умер? И ты, ты дай ему Новый Завет. Иди. И я сделаю шушку и дай ему Новый Завет. И он был его Новый Завет. Но этот человек, да, он пошел и дал Новый Завет этому военному. И этот человек начал читать Новый Завет. И он начал плакать. И через какое-то время он обратился к Иисусу. Глава Господу. Глава Господу. Глава Господу. П Unfortunately. Что ж и не умер в32, у него нет этого места, где мы можем что-то сделать. Мы должны это делать. Глава Господу Последнее свидетельство. Ces 2 dernières années, nous sommes allés plusieurs fois à Куба. А 2 пастора поехали на Кубу. А Куба, actuellement, des milliers de personnes se convertissent. На сегодняшний день на Кубе, есть тысячи людей, которые отдали свою жизнь Иисусу. Pourtant, les autorités avaient dit jamais, jamais l'Eglise ne vivra à Куба. But the communiste authorities said never the church will be alive in Cuba. But the the gospel is growing everywhere. But a lot of Christians have paid the hard price in Cuba. a lot of testimonies. A lot of testimonies. A few years ago, a pastor was arrested. Несколько лет назад, одного пастора арестовали. Il a fait plus d'une année dans un camp de réinsertion. And he was put in a specific camp. And the work they gave him was to clean the toilets, but after the toilets. after the toilets. After the toilets. After. After. Okay. Okay. He was sent off the car. He was put in a lab. Now, he was put in a room to the toilet to clean the toilets. Ему нельзя было себя мыть, ну т.е. помыться ему нельзя было. После работы ему надевали цепи на руки и на ноги, т.е. он чистил, я так понимаю, а потом уже потом, но он продолжал сохранять надежду в Иисусе. И один день, солдаты пришли и сказали, что сегодня ты получишь свободу. Они вырвали его из тюрьмы и они пошли по всем улочкам того города, где находилась эта тюрьма. Сотни людей его видели, они смотрели и смеялись над ним. И он пришел домой, он помылся. Он оделся в чистую одежду. И он вышел из дома. И что-то случилось. И произошло нечто. Он увидел сотни людей стояли на коленях на улице. За несколько минут до этого они насмехались над ним. И сейчас они стояли и молились на коленях на улице. И они молились, чтобы Господь их помиловал, они молились, чтобы Господь смеялся над ними. Аллилуйя! 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 Может быть, Господь вас послит в очень трудное место. Может быть, вы сомневаетесь, и не знаете в своем сердце. У вас страх в сердце. И боюсь, что у вас не получится. Вы может быть сомневаетесь, что у вас страх, что у вас ничего не получится, что успешно вы не сможете. Может быть у вас есть страх, что вы будете отвергнуты. И the fear, что кто-то вам сделает что-то плохое. Но Иисус, он всегда со своими рабами. И Иисус строит свою церковь. И на Кубе, женщина одна пришла на собрание церкви. Она была платила за правительство Кубе для того, чтобы не было права на Кубе. И он арретил христиан, он арретил пасты. И христиан, because of her, христиан был арестован, пастыр был арестован также пастыр. Это был ее работа. Это была ее работа. Она вот этим занималась. И один день, она узнала, что у нее рак. Мы не можем сделать ничего для вас. И для вас мы ничего не можем сделать. И она вернулась в церковь. Не только для того, чтобы делать что-то, но и для того, чтобы слушать Евангелие. На этот раз уже не вредить, а послушать Евангелие. И на этот раз сердце этой женщины было открыто для благодати Богу. Она стала христианкой и покажет своей греха. И несколько месяцев, она была полностью исцелена от рак. И сегодня она служит Господу на Кубе. Боя Диана! Не дезиспероу, не дезиспероу, не дезиспероу, не дезиспероу. Всегда имейте надежду, всегда надейтесь на Господа. Диана! Наш Бог, он Бог чудесный. Боже мой Бог благословит вас! Поехали!